Оставив в душном городе уют, сотрудники Комитета по правовой статистике и спецучетам отправляются на природу к священной горе Казгурт. Главная цель похода не пикнику подножия, а именно восхождение. 20 лет назад создался совершенно новый орган. И в честь этого праздника мы сегодня решили совершить восхождение Казгурт. Сейчас его не видать, но будем подниматься на высоту 1700 метров с лишним. Почему именно решили вы так восхождение? Ну, это, во-первых, спортивное мероприятие, во-вторых, сплочает коллектив. Многие приехали с семьями, с детьми, поэтому чем где-то в тесном душном городе справлять, мы решили на лоне природы, тем более погода сегодня позволяет. Слова на путстве и инструктаж, как вести себя во время подъема, дает известный казахстанский альпинист Марс Садыков. И вот те, кто не побоялся и рискнул, выдвигаются в путь. Гора Казгурт, хотя и кажется, на первый взгляд, легкой для подъема, однако суеты не любит, а потому взбираться на нее лучше спокойно, наслаждаясь потрясающими видами, открывающимися взору. А уже на вершине, едва переведя дух, участники восхождения делятся своими впечатлениями. Прекрасный день, прекрасные люди вокруг, прекрасные животные, цветы, природа, край. Приятно людей познакомить с такой высоты, с нашим краем, с нашим Южным Казахстаном. Я даже не представляла, что у нас такие горы есть. Сначала было трудно, но потом мы все привыкли и добрались. Как ты думаешь, что нужно человеку, чтобы спокойно покориться? Главное – мотивация. Это удивительно. Мы столько слышали об этой священной горе, и сегодня впервые на нее поднялись. Ощущения непередаваемые. Я благодарна нашему руководителю за то, что он организовал это мероприятие. Вообще отлично. Погода и солнце светит. Вообще супер. Красно. Мы проводим мероприятие, посвященное 20-летию органов правовой статистики. Хорошо, что вот так выбрались из кабинетов. Это здорово. И я всем желаю такого же чистого неба над головой. Вдоволь налюбовавшись открывшейся панорамой, участники восхождения делают совместное фото на память. А после – спуск обратно. И вот тут начинаются самые неприглядные масштабные стихийные свалки. Отходов на священной горе столько, что любому неравнодушному станет не по себе. Пройти мимо такого – специалисты комитетами в силах. По пути мусор собираем. Она обоказана. Эта гора мусора – лишь малая часть того, что обычно оставляют как на вершине, так и на подступах к ней – туристы и паломники. Обращаясь к богам с просьбой даровать благополучие, некоторые, совершенно не стесняясь, оставляют после себя горы мусора. И такая ситуация происходит сегодня, увы, повсеместно. Состояние наших гор на сегодняшний день критическое. Уже можно бить тревогу. Именно то, что мы не понимаем, почему человек, когда идет в горы, берет с собой, например, баклажку воды для того, чтобы удалить свою жажду. Но почему, утолив свою жажду, почему он загрязняет ту территорию, там, где он живет, куда он приехал в гости. Что плохо, сами местные жители, не именно этого места, а те люди, кто приезжает сюда, мусорят, разрешая гостям мусорить. Если я приду к вам в гости и увижу, что вы дома кидаете мусор, значит, это разрешено и мне. Сотрудники комитета не призывают отказываться от выезда на природу, напротив. Но при этом они настаивают на культурном пребывании, иначе такими темпами отдыхать скоро будет негде. Вместо цветочных полян в живописных ущельях гор будут лишь горы мусора.